В этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения народного поэта, прозаика, педагога, общественного деятеля Азамата Алимовича Суинчева. Эта дата широко отмечается в республике, ему посвящены творческие конкурсы круглой столы. О вкладе Азамата Суинчева в карачаевскую литературу в Качагу на торжественном вечере и научно-практической конференции говорили ученые, коллеги, родные и близкие. Из Карачаевска репортаж Алла Динаевой. Качагу всегда был центром научной и образовательной мысли. Ученых, учителей, студентов собрала самая масштабная конференция по глубине изучения и исследования творчества Азамата Суинчева. От имени многонационального коллектива университета гостей поприветствовал ректор вуза. Таусултан Узденов отметил, что значимость любого народа в мировой истории оценивается по его людям, которые прославляют свою родину и которыми гордится его народ. Имена таких людей, как Смаил Семенов, Казим Мечиев, Кайсын Кулиев, Азамат Суинчев подняли силу и красоту нашего родного языка на высокий уровень. Творчество Азамата Суинчева многогранно. Им написано более тысячи стихотворений, десятки поэм, рассказов, повести и около ста литературных портретов современников. Он автор более 30 книг художественной литературы и научных трудов. Много лет назад случайная встреча Азамата Суинчева и его супруги Любовь Петровна с 18-летним абитуриентом Ставропольского мединститута Бориспием Тимрезовым сыграла огромную роль в жизни молодого юноши и оставила добрый след. Вы знаете, Азамат Алимович оставил неизгладимое впечатление в нашем народе. Он в моем сердце. Почему я это говорю? Я уйду в небольшой экскурс. Значит, в далекий 67-й год, как я познакомился с Азамат Алимовичем. Это 56 лет тому назад. Азамат Алимовичу тогда было 44 года. Красивый, харизматичный, очень приятный человек. Могучий талант поэта и его энергии оказались способными отразить в высокохудожественных произведениях особенности вхождения своего народа в новые исторические реалии. В то же время творчество Суинчева явило перед нами выдающиеся образцы лирической поэзии, искрящиеся радостью и светом, наполненные добром и мужеством, душевной щедростью, славя любовь и ставя женщину превыше всего. Женщину-мать в особенности. В этом он видел свое призвание, говорили выступающие. Азамат Алимович Суинчев спас совесть народа. Если немножко философски посмотреть на слово «совесть», это «намыз», это значит, это превыше всего. Университет. У руководитель книжного издательства Роза Боинсузова преподнесла в дар экземпляры книг, выпущенных в этом году по госзаданию. А к столетию Азамата Алимовича был издан библиографический указатель. Азамат Суинчев воспитывался на традициях фольклора и национальной литературы. В 1937 году, когда был репрессирован Хасан Апаев, в Джигуте из библиотеки все книги бросили на улицы, на земле и поджигали их. Он учеником достал эту книгу из огня и вот эту обожженную книгу он увез в Среднюю Азию. Настолько он с уважением относился к этому первому карачаевскому роману и не мог уехать, чтобы это произведение не было словом. Молодой поэт был призван на фронт, а после испытал и тяготы лишения со своим народом. А когда вернулся на свою историческую родину, где первой изданной книгой была «Хобанны Мончаклары» «Бусы Кубани», в которой центральное стихотворение посвящено возвращению, когда при вершнями люди пили воду из родной реки. Есть еще дома много неопубликованных архивных материалов повестей, которым дали отзывы такие великие поэты, как Константин Симонов, говорит дочь Татьяна. И хотелось бы, чтобы и они увидели свет. Алладинаева, Ислам Урумов, Вести Крачево-Черкесия.